Всем привет, с вами Маракайси. Сегодня я хотел бы поговорить о новом легком танке 7 уровня М41 Волкер Бульдог. И этот танчик вы можете опробовать на тестовом сервере, лично я это уже сделал и в целом машина мне понравилась. Конечно есть и минусы и плюсы, но давайте все по порядку. Начнем с орудия. Я его буду сравнивать во многом с Т-71, потому что орудия очень похожи. И у Волкер Бульдога есть 10 снарядов в барабане, это очень много. Конечно просто невероятное количество снарядов, не всегда вы даже успеваете их всех садить в противника, потому что там враг уже начинает тагериться на вас и вы просто уходите на перезарядку, чтобы как-то обождать. Но все-таки иногда удается все 10 снарядов садить в кого-нибудь. Перезарядка между выстрелами 2 секунды, как и у Т-71. В целом это не очень долго, но иногда все-таки хочется быстрее, но и так в принципе норм. Время перезарядки барабана у Т-71 конечно поменьше, примерно 17-18 секунд, но у него конечно и снарядов в барабане поменьше. Но правда стоит отметить, что 10 снарядов у меня лично очень редко получалось разрядить в противника. В большинстве случаев там 6 снарядов я разряжал, потом уходил на перезарядку, потому что враги уже на меня очень сильно агрились. Но все-таки иногда и 10 снарядов можно как-то пристроить. Перезарядка у М-41 примерно 27-28 секунд, то есть значительно больше. Пробитие одинаковое, 175 бронебойным, в целом для 7 уровня это вполне неплохо, для легкого танка все-таки есть подвижность и 210 голдой тоже приемлемое пробитие. Средний альфа-страйк 150 единиц, учитывая, что у нас 10 снарядов, это тоже вполне неплохо. Точность довольно посредственная, 0-4, конечно разброс на 100 метров довольно большой, но зато есть быстрое сведение 2.1, даже быстрее, чем у Т-71. Ну и в целом пушка очень даже хорошая, я думаю она многим игрокам понравится. 10 снарядов все-таки в барабане, это довольно прикольно. Вот так вот стрелять постоянно в противника, как из пулемета. Хотя иногда бывает сложно вот так вот постоянно выцеливать и реализовывать каждый снаряд. По размеру М-41 танк, я бы сказал бы, что он не маленький, как для ЛТ, он гораздо больше, чем Т-71. Вот можно сравнить, по крайней мере, М-41 гораздо выше, шире. По размеру он примерно как Т-69, единственное, что по ширине, конечно, меньше. Ну, может быть и по длине тоже. Но в целом танк не такой уж и маленький. Хотя, в принципе, спрятать его можно довольно легко. Прочности у бульдожки чуть побольше, на 70 единиц. В целом это не такой уж и большой плюс, учитывая все-таки размер этого танка. Масса у М-41 тоже побольше, на 7 тонн примерно. Но при этом и двигатель мощнее 550 лошадиных сил. И в итоге получается очень хорошая динамика. Действительно, скорость набирается довольно быстро. 72 км в час максимальная скорость. Даже больше, чем у Т-71. И при этом намного. Это, конечно, значительный плюс. Скорость поворота шасси такая же, как и у Т-71. Бронирование отсутствует, можно сказать, его и нету. Пробивают все абсолютно. Единственное, могут быть рикошеты иногда. Но это не так-то и часто. Обзор такой же. И, в принципе, М-41 Волкер Бульдог, как вы можете видеть, имеет такие явные плюсы. Но при этом и минусы у него тоже есть. Также огромным плюсом я считаю то, что у танка отличный УВН. То есть пушка вниз опускается очень хорошо, как и у многих американцев. Это, конечно, огромный плюс, потому что на любой карте можно найти себе позицию для стрельбы. Можно там высовывать лишь одну башню, чтобы, по-моему, было сложнее попасть. И это, конечно, просто супер. Также, как вы можете видеть, у танка отличная стабилизация. Можно раздавать щи на ходу только так. И это, конечно, просто супер, так как вы можете легко закрутить какого-нибудь противника. И при этом еще будете очень точно по нему стрелять. Наверняка этот танк станет таким кошмаром ночным для арты. Потому что если он ворвется к ней и будет грамотно маневрировать, то он за 10 снарядов может там 3 арты спокойно уничтожить, если все будет нормально и все снаряды попадут в цель. Ну и в целом получился очень приятный фановый танчик, который наверняка найдет многих фанатов. И многие на нем будут играть. И, конечно, мне танчик понравился. Но стоит отметить, что М41 Волкер Бульдог это не такой уж и простой танк, как может показаться. Кто-то скажет, вот 10 снарядов, там полетел на кого-нибудь и разобрал там в 2 счета. Но не так-то и все просто. Дело в том, что в бою не так уж и много моментов, где вы можете действительно вдоволь отстреляться по противнику. В большинстве случаев враг начинает как-то агриться на вас и совершенно не дает вам возможности по себе пострелять. Поэтому этот танк требует все-таки сосредоточенности, терпения, знания игры. То есть грамотный игрок действительно сможет реализовать его плюсы. А вот неграмотный, я думаю, будет часто на нем сливаться. Думаю, что он сейчас поедет и разрядит во всех свой барабан. Но не тут-то было сделать это порой не так-то и просто. Кстати, в целом получается довольно интересная ветка. Особенно мне понравился Т49. И я думаю, что вполне можно прокачать эту ветку ради такой фановой машины. Ну и на этом все, друзья. Спасибо огромное, что вы смотрели. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. До скорых встреч. Пока.